Здравствуйте! Вы смотрите программу «Репортерский отряд» на ИТВС. Я Барак Абам... эээ... Михаил Дерешев, а он Дмитрий Черненков. Знаете, если председателя областной счетной палаты Андрея Саухина покрасить в блондина и снять на мобильный телефон, то он станет похож на крутого парня Леху Навального. Дело в том, что на днях Андрей Саухин в областной думе представил широкой общественности острейший, разоблачительный, бескомпромиссный, смертельный, убийственный, сенсационный, драматический, фатальный, ужасающий, беспрецедентный, шокирующий, оскароносный... Уверис Флёр. Доклад. Доклад, посвященный чиновникам правительства области, которые, согласно Андрею Саухину, разбазарили полтора миллиарда в 2010 году от данных, которые раскрывал Андрей Саухин, стыли волосы и кровь вставала дыбом. Мошенничество, жульничество, серые схемы, нецелевое использование бюджета, индекс дефляторов... Вы просто послушайте, что говорит бесстрашный Андрей Саухин. Трёх фоков, Держове, Бугачеве и Балакова, заказчиками которых являлось областное правительство на лице комитета капс-троительства, было замышлено на 136 миллионов рублей. Но и это ещё не всё. Для строительства этих фоков из Москвы для заказчика, то есть областного правительства, поставляли встроенные материалы, уже оплаченные ранее из федерального бюджета. Но чиновники областного правительства включили в цены контракта, стоимость этих материалов на сумму 71 миллиона рублей. То есть была попытка областных из областного бюджета, уже оплаченных стройматериалов. И так далее и в том же духе. Фоки, школы, больницы, на всём областные чиновники мошенничают и нарушают. Правительство области не пожалело даже набережную Волги. Андрей Саухин похудел на 3 кило, узнав об этом. Разрушенные судьбы, разбитые семьи, опустошенные города и опять берег Волги. И опять цифры, которые не укладываются в голове большинства депутатов с послевоенным детством и с детством в лихие 90-е. Это первый участок почерти, который должен был быть готов и сдан за 291 миллион рублей. Согласно заключению на вопрос экспертизы. Но счет этого выявлено, что на этот участок чиновники областного правительства потратили не 291, а 440 миллионов рублей. А участок даже не доделал, не отликнул. Надо сказать, что губернатора в Думе не было, и Саухин стрелял в основном в членов правительства. Но мелкокалиберному Андрею Саухину было сложно пробить такой авианосец времен Второй мировой войны, как зампред по экономике Алексей Щербаков, который тем более сегодня в ларьке на Сином купил себе новый телефон с звукным экраном и функцией блютуз. Эти люди безнадежно ставят диагноз товарищ Саухов, простите, Саухин. Комитету капитального правительства было выдано предписание с описанием всех обнаруженных внушений. Председатель комитета правительства дал ответ о полном согласии с выводом и счетной палаты. Но потом, после того, как вышедающий руководитель областного правительства в треть СМИ стал врать о том, что цифры взяты с потолка. И председатель комитета начал оправдываться на сайте областного правительства. Филантроп и коммунист депутат Сергей Афанасьев все-таки интересуется у доктора Саухина, есть ли хоть какие-то методики лечения членов правительства, включая уринотерапию и пчелиный язв. Вы не верите, что у нас и областная прокуратура, и областная милиция, и областное правительство во главе с губернатором может изменить ситуацию, которая нам действует на истанавливает практические хищения? Я считаю, что областное правительство не способно исправить ситуацию. Или они не могут, или не хотят. Почему я отвечу? Потому что мы уже на протяжении последних трех лет направляли в основное правительство предписания, чтобы, по крайней мере, в премии допускать из того, что мы уже натворили. И все время нам отвечают, что да, это последний раз, мы больше так не будем, но все три года повторяется то же самое. И тут грозно заговорил странный мужчина, вот этот в белой рубашечке, седовласый. Мы не знаем, кто этот мужчина, но, судя по всему, человек серьезный и уважаемый даже самим Радаевым. По каждому факту мы должны получить результат и реакцию, в соответствии с действительностью, безусловно, если нам понадобится, мы в последующем можем обратиться и к депуту, и к депуту, и к депуту, и к другим лицам. Посмотрите внимательнее. Если кто из наших зрителей знает имя этого мужчины, пожалуйста, сообщите нам об этом. А вот имя этого человека мы знаем, Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы, которого знают и побаиваются на Сицилии. Вам всем следует понять, что развернувшись в стране сегодня борьба с коррупцией, разъищением прежде всего бюджетных средств, использование служебного положения в целях личного обогащения, будет идти до победы. После убийственного доклада попытка торпедировать микрофоном Алексея Щербакова не увенчалась успехом. Депрессию зампреда понять можно. В новом телефоне все-таки отсутствовала функция блютус. Александр Ильич, в общем так, чиновники ушли, правительственный Федотов ушел, Щербаков оказался говорить, придется адвокатом правительства быть вам немного. Скажите, у этих людей еще есть шанс, и уже ФБР все должно брать, наручники и в Гуантанамо. Но если вести речь об уголовном составе, то в большей части названных нарушений он действительно не просматривается. Когда счетная палата докладывала и на заседание комитета нашего о расходовании бюджетных средств на ряд объектов, я анализировал, куда тратились деньги. Они действительно тратились. Но я всегда приходил к выводу, что до половины этих средств можно было не расходовать, чтобы построить аналог того, что было выстроено, допустим, при цене в два раза выше, чем было необходимо. То есть вы считаете, это не воровство, это банальное неумение управлять ресурсами? Абсолютно. А скажите, пожалуйста, вот такие громогласные обвинения Саухина в отношении правительства, не является ли это в том числе и методом борьбы партии против губернатора, которая ведется уже давно, упорно. Нет, Андрей Николаевич просто эмоциональный человек. Кстати, по поводу эмоциональности Андрея Николаевича Саухина, которую любят использовать издания «Лояльные губернатору». Например, когда в прошлом году счетная палата вместе с Андреем Саухиным отмечала какой-то праздник на одной из Волжских турбаз, они там хорошо погуляли, разбили сливной бачок унитаза, устроили скандал и не заплатили деньги, то в целом ряде СМИ стали публиковаться настоящие триллеры. Саухин против унитаза, Саухин против джакузи, Саухин против душа Шарко. Кстати, хозяйки на заметку. При выборе сантехники обращайте внимание, есть ли на товаре фирменная наклейка. Проверено Саухиным. В этом случае вам гарантировано качество и прочность материала. А в целом я убежден, что отныне за Андрея Саухина будут бороться ФБР и Скотланд-Ярд. Он снимется в клипе «Леди Гаги» и станет «Человеком года» по версии журнала «Тайм». Если ему не помешает «Человек года» по версии газеты «Новости Октябрьского ущелья», то есть Павел и Патов. На другой день Павел и Патов, губернатор Саратской области, второй, устроили по поводу выступления Андрея Саухина брифинг. Вот так они вошли в залу. Надеюсь, теперь всем понятно, почему Павел и Патов входит в тридцатку самых сексуальных мужчин правительства области. А что касается доклада Андрея Саухина, согласно которому Павел и Патов является исчадием ада, гибридом Аль Капоне и Сергея Мавроди, то это нисколько не испортило настроение нашему веселому губернатору. Но шутки в сторону. Павел и Патов про доклад знает. Отчет счетной палаты получил. Читал на работе, дома, в автомобиле, самолете, за завтраком, обедом, ужином, перед сном и даже ночью, когда по телевизору шли интересные передачки. То, что нам счетная палата присылает, мы внимательно изучаем. И в целом отчет, который я могу сказать, как добросовестный школьник, проштудировал от когти до когти. Отчет счетной палаты. Больше того, привлек к этой работе всех своих заместителей. Итак, из полутора миллиардов рублей претензий правительству статья нецелевые. Расходы насчитывают 168 миллионов рублей. Много? Много. Но Павел Ипатов уверяет, мы здесь ни при чем. Так вот, 168 миллионов. Из них, прошу обратить внимание, 150 миллионов рублей это муниципальные. Это адресовано муниципалитетам, местному самоуправлению, а не госвласти на региональном уровне. То есть, эти цифры записаны не по адресу. К правительству Саратовской области они вообще никого отношения не имеют. Вот, каждому журналисту раздали документы, где претензии по нецелевому использованию правительства области всего на 18 миллионов рублей. Из них, как уверяет губернатор, 4 миллиона суд впоследствии признал целевыми, а 14 миллионов, которые пошли на прокладку каких-то сетей, не нанесли бюджету никакого ущерба. Просто были неправильно оформлены документы. Все, уверяет примерный школьник Ипатов. То есть, еще раз говорю, нецелевых расходов, которые можно было предъявить по-юсератовской области, нуль. Дырка от бублика. Саухин. Но есть в докладе места, которые оказались не под силу школьнику Ипатову, не говоря уже о его зампредах и министрах, которые, правда, умеют перенажать в голове двузначные цифры. Зампред Чербаков трехзначный, Федотов четырехзначный не помогло. В структуре миллиард пятьдесят пятьдесят статья неэффективные, неэкономные расходы. Термин введен лично председателем счетных пола. Что это такое? Ни законодательство, ни какие органы не знают. Ну, скажем, корове бог не дал врагов, но она пытается что-то фантазировать. Вот, нафантазировала. Такую статью. Поэтому я и оставляю без комментариев. Ну, еще такого же рода есть. 108 – это прочие расходы. Что такое прочие? Причем здесь прочие? Но, тем не менее, вот такие есть. И вот это миллиард пятьсот пятьдесят миллионов рублей. Подчеркиваю, нецелевых расходов нуля. Как уверяет губернатор, в 2010 году 13 раз правительство судило за счетной палатой. 10 судов выиграло правительство, еще три суда продолжаются. В общем, судя по всему, ждет счетную палату еще один суд. Наш губернатор – человек хоть и веселый, но строгий и внимательный. Телевизор с Саухиным смотрел, все в бумажку записал. Значит, и еще на одну фразу отращу внимание. На сумму миллиард пятьсот пятьдесят миллионов. Цитирую по выступлению представителей счетной палаты. Это миллиард пятьсот пятьдесят миллионов. Из этой суммы чиновники оспорили всего лишь пятьдесят семь миллионов. Все остальные нарушения на общую сумму миллиард пятьсот миллионов рублей остались. Они подтверждены в том числе и судом. Это чудовищная ложь. И все это тянет на клинику. Спасибо за внимание. Понятное дело, мы не могли не поинтересоваться у губернатора, что он думает. У Саухина тогда была горячка или он отыгрывал свою маленькую роль. Зная изнутри кухню, как готовятся подобные мероприятия, конечно, это срежиссированный спектакль. Больше добавить ничего. Я абсолютно разделяю ваше стремление желать приступов диареи чиновникам области каждодневно, чтобы они двигались чуть побыстрее. Но дело в том, что Андрей Саухин не только председатель счетной палаты, но и верный, преданный человек Валерия Радаева. А дума у нас и Валерий Радаев под предводительством заслуженного дрессировщика Вячеслава Володина ведет долгую упорную войнушку с губернатором. И в этой войнушке все средства хороши. Даже такие арбалеты типа Саухина. Но будущий Человек Года по версии журнала Тайм Андрей Саухин не боится обращения в суд Павла Епатова. Андрей Саухин вообще довольно смелый молодой человек. В перерыве между съемками клипа с Леди Гагой он согласился нам дать Блиц-интервью. Смотрите. Не, не, не надо. Я сначала подумаю. А что думать-то? Вчера губернатор сказал о том, что все, что вы наговорили на Думе, это клевета практически. Не, не. Думать, чтобы подавать в суд. Вы как своей решительности на Думе уже не думаете, что ошиблись с такой решительностью? Обвинение полтора миллиарда и все такое прочее. Давайте лучше хотя бы через полчаса, что ли. Я хоть подготовлюсь. Вообще, самый простой вопрос. Губернатор сказал, что это клевета. Это клевета или нет? Или вы докажете в любом суде, что это все правда? Все, что вы говорили. Да, все, что я сказал на докладе в областной Думе, все это имеет место быть. Имеет место быть. Ага. Хорошо. То есть вы не боитесь того, что они сейчас подумают у себя с юридическим отделом и подадут в суд на счетную палату? Не переживаете? Реагировать это его право. Но дело в том, по моему мнению, что он реагирует неправильно. Вместо того, чтобы принять меры по улучшению финансовой ситуации в нашем регионе, он начинает оправдываться, как всегда. Я уверен, что ничего, никаких мер по улучшению финансовой стабильности в регионе он не будет. Ага. Так он не оправдывается. Он документы показывает. Говорит, нуль, говорит Саухину, нуль. Дырка от бублика. Цифры предъявляет журналистам. Газите, опубликует завтра эти, все, кто конкурс строительный были. То есть вы способны будете этому возразить как-то? Тоже своими документами, с выкладками? Я только это хочу узнать. Просто это интересно. Да. То, что он говорил, это всего лишь эмоции. А то, что я говорил на докладе в областной доме, на это есть подтверждающие документы. И я готов их предоставить. И в прокуратуру, и другие правоохранительные органы. Все те факты, которые я говорил, составление фиктивных документов, нанесение ущерба бюджету, а также нарушение законов самим губернатором, все это место имеет место быть. И все это подтверждено актами. Все. Большое спасибо, Игорь Николаевич. Такой простой вопрос. А вы с Валентой Васильевичем Родаевым давно знакомы? Ну, давно, да? Пять лет. Пять лет? А вы не родом, не с Валентой? Оттуда. Оттуда, да? Там знакомы были? Нет. Вообще не были знакомы? Нет. От него вас сюда позвал в Саратов работать? Нет, я в Саратове уже был. А вы его позвали? Нет? Просто хочу узнать, давно с человеком знакомы? С окончания школы я живу в Саратове. То есть Родаева не знали в Холынске? Я учился, потом работал в Саратове. С Родаевым работали в Холынске? Нет. В Саратове работали? В Россельхознадзоре. Работал. Кем вы у него были? Главным бухгалтером. А потом он стал в Думе, и вы стали счетные палаты просить? Ну, хорошо, не забыл человек своих. Все, спасибо. Уважаю душу таких людей. Ну, работал в Россельхозе и потом позвал. Молодцы, сохранили хорошее отношение с ним. Все, большое спасибо за интервью. А вы откуда? Мы с... Сказать, с BBC не поверят. Вы из Москвы, что ли? Ну, я в Гамбурге был. И не только. Да нет, саратские. Местные, местные. Итак, редакция репортерского отряда на ИТВС не несет ответственности за сказанное. И помните, все политики и чиновники, которые идут на интервью с репортерским отрядом, становятся желанными и популярными, как Чичолина. Все политики и чиновники, которые бегают от камер репортерского отряда, уходят в небытие, и их не могут потом вспомнить даже некогда близкие товарищи по партии, как это случилось с некогда популярным персонажем Андрюшей Абдулиным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok